Программа Утро на СТС продолжается. Уже мы говорили, сегодня 3 июня, 3 день лета. Если для взрослых с временем года многое не изменилось, мы по-прежнему продолжаем ходить на работу, то для такой категории, как дети, изменилось очень многое. Начались каникулы. В ближайшие 3 месяца в каком режиме их провести, так, чтобы, может быть, действительно отдохнуть и в то же время совсем уж не расслабиться? В общем, с этими вопросами мы обратились к психологу. У нас сегодня утром в гостях магистр психологии, бизнес-тренер Анжела Николаевна. Доброе утро, Анжела. Добро пожаловать. Доброе утро. Ну вот, наступило лето, 3 месяца свободного времени. Это период для детей ничего не делания, либо все-таки надо их чем-то занимать? Ну, если воспринимать это как период ничего не делания, то он таким и будет. А если воспринимать это возможностью, то эти 3 месяца могут очень эффективно послужить базой для следующего этапа. Например, если переход в следующий класс, это может быть очень эффективно. Подготовительный какой-то процесс. Конечно. 3 месяца, вы писаете, целый семестр в университете? У всех родителей очень разные представления о том, что значит подготовить ребенка эти 3 месяца. И я понимаю, что есть дети, у которых 3 месяца стресса, потому что родители заставляют доставать учебники, учить языки, решать примеры и так далее. Вот насколько этот подход правильный? Знаете, все хорошо в меру. Что предполагает? Если мы для себя думаем, что вот в течение 3 месяцев мы наверстаем все то, что можно было сделать за учебный год, я думаю, что это не совсем правильно, потому что ребенок, он а то и ребенок, чтобы у него было время для игры и было время для обучения. Если брать, например, в каждый день просто заниматься по часу, по два, вот в общем, например, какими-то там, я могу, а не английским, например. На следующий день ты занимаешься, я не знаю, там, математикой или еще чем-то, то этого будет достаточно. То есть не переусердствовать и не случайно не отбить желание ребенка заниматься. Ну все-таки вот наступило только что буквально на дня каникулы у ребят, и многие думают, ну остальные месяцы они трудились, учились, допустим, что учились все очень хорошо и плотно, и пришло время многое разгрузить. Но учителя-то, если мы учимся в обычных школах, а если есть какие-то еще школы с музыкальным уклоном, задают большое количество программ на обучение на лето. Как вы считаете, нужно ли контролировать этот процесс, чтобы ребенок выполнял все от а до я, либо все-таки оставить на самотек и, ну, что успеет, успеет, не успеет, ничего страшного. Потому что оставляем на самотек, и получается, что перед каникулом, вообще вот ту ситуацию, которую вы нарисовали, она происходит буквально за неделю до школы. Ну вот у меня она такая была ситуация, как я учился, я читал все книги за неделю до года до школы. Вот, открывается срочно, значит, лист, список книг, которые нужно прочитать, список заданий, и в экстренном случае, значит, это начинается с утра до вечера, так нельзя. Если с сегодняшнего дня и до 31 августа каждый день заниматься понемногу и читать, допустим, 10 страниц в день больше не надо, то за каникулы можно прочитать всю литературу заданную. Делать, допустим, по три задания, одну задачку и два примера, этого будет достаточно. А если отпустить на самотек, как вы сказали, и вспомнить об этом где-то в конце каникул, то это стресс и для родителей, и для детей. Ну, все-таки я считаю, что вот, ну, даже не что заставить, а помочь ребенку все-таки начать читать, допустим, по 10 даже страниц, даже по 5 страниц в день, когда все ребята гуляют во дворе, играют в футбол, довольно сложно. Наверное, это ответственность все-таки на родителей в первую очередь. Ну, я с вами не согласна, вот вы мне сейчас так это говорите, я так думаю, 24 часа в сутки. Ну, ладно, 8 часов он спит, за что-то сколько там получается, 16 часов. И 16 часов, вот в 16, неужели нельзя найти час на занятия? Понимаете, вы говорите, все дети гуляют. Конечно, но должен быть определенный режим дня. Вы же кормите ребенка в определенное время, ну, плюс-минус, понятно, он завтракает, он там обедает. Так вот, после завтрака делаешь, например, занятие, у вас должно быть расписание, ребенок должен иметь стимул, реакцию. Вот, что я хотел услышать, мы делаем, наверное, первую черту, потому что необходимо в летний период времени, вот этот вариант, который... Режим должен быть, конечно. То есть расписание должно быть, в любом случае, оно не будет наменять, но оно должно оставаться. То есть это означает, ваш совет родителям, то есть по-прежнему вставать в какое-то время конкретное, ложиться, да, то есть что-то... Может быть, значит, может быть, это не 7 часов утра или не 6, потому что есть некоторые дети, которые далеко живут от школы, просыпаются рано. Пускай это будет не 6 часов, пускай это будет 8, пускай это будет 9 часов утра, да. Пускай он ложится позже на час, на полтора, но ни в коем случае не делать из каникул бедлам, знаете, такой хаос, вот все, что тебе хочется, то ты и делай. И, к сожалению, мы взрослые виноваты в таком восприятии каникул. То есть вот каникулы будут, и ты будешь заниматься всем, чем тебе захочется. И они этим и делают. И родители тоже, значит, где-то там перекрещиваются, говорят, ну слава тебе, Господи. Мама, я хочу парить в компьютер, на каникулах поиграешь, да? Слава тебе, Господи, да. И он говорит, ты же не обещала, и вот ребенок сидит. Но хочу сказать, что есть некоторые дети, в том числе мой ребенок, который еще не успел закончить школу, она говорит, я уже скучаю по школе. То есть им нужен, они входят в этот ритм, они в него вливаются. И для них это нормально, вставать рано утром, садиться за какие-то там книги, они это умеют уже делать. Быть занятыми постоянно. Конечно, они это очень прекрасно умеют делать. А когда они не заняты, это очень быстро отхолаживает. То есть это очень быстро, скажем так, развращает ребенка. Ну, не в плохом смысле этого слова, но немного его отдаляет от дела. А что такое дело? Мы же работаем, да? То есть дело будет всегда. Учишься ли ты, работаешь ли ты, у тебя есть, конечно, отдых, но и этот отдых, он должен сочетаться пассивно и активно. Поделал уроки часик, идешь гуляешь три часа, пришел в обед, покушал, отдохнул немного, потому что психика все равно должна отдохнуть. Еще часик позанимался, потом, пожалуйста, еще заниматься. То есть некое расписание. Однозначно. Вот опять же дело в родителях. Конечно. Все взрослые, это примеры, когда начинается у взрослых отпуск, они тоже себя не утруждают в расписании. Когда взрослых начинается отпуск, в работу вступают бабушки и дедушки. Вот что касается, очень часто родители отправляют детей на все лето в деревню к бабушке и дедушке. Вы считаете, правильно ли это делать? Может быть, так скажем, менять полностью локацию, чтобы ребенок полностью уезжал, допустим, из города, ну, либо, допустим, просто посещал... Причем, говорим, не с точки зрения здоровья, а именно с точки зрения психологии, да? Я за честность в отношениях. Вот мы, как родители, устаем быть 24 часа родителем. Правда, но мы устаем. И если есть возможность, чтобы наши дети куда-то уехали, чтобы мы вот в эти каникулы, это каникулы для нас, чтобы мы побыли детьми, чтобы мы для себя, мы могли встать, когда хотим, там, если вдруг у нас там выходной день, и не надо забивать себе голову, а чем занять ребенка, приготовить ему покушать, опостирать, понимаете, да? То есть мы имеем право тоже на этот отдых. Поэтому те, которые имеют бабушек и дедушек, вот они где-то в какой-то мере под претекстом, что там свежий воздух, фрукты, овощи, там, значит, занятия, там, животные, это здорово. Но, опять же, если бы бабушки и дедушки с ними там занимались, а чаще всего... То есть все, что мы говорили ранее, должно перейти на их плечи? Ну, не то что. Бабушки и дедушки, они же по-другому относятся к детям. Они немного более толерантны к своим внукам, они не требуют от них того, что требовали от своих детей, поэтому они деток оставляют, ну, что хочешь погулять, иди погуляй, там, допоздна, недопоздна, проснулся. Единственное, конечно, что да, свежий воздух и еда подействуют, и беготня на свежем воздухе, физические какие-то там упражнения, они однозначно подействуют положительно на здоровье ребенка. Но это же положительное может быть рядом с тобой, как с родителем, если ты себя заставишь или полюбишь профессию родителя. То есть каникулы здесь еще особый подход не только о детях, мы, оказывается, говорим, даже больше о родителях. Однозначно, однозначно. В нашей программе существует и у нас каникулы, правда, длятся не совсем долго, а короткая пауза, после которой мы вернемся. Продолжаем нашу беседу с нашей гостью. У нас сегодня в гостях магистр психологии и бизнес-тренера Анжела Николаевна, которая рассказывает, как занять ребенка на три месяца каникулы, чтобы он, используя, и отдохнул, и провел время. Я, знаете, к какой теме хотела бы, чтобы мы перешли? Детский лагерь. Это тоже такая возможность родителей отдохнуть, да, но для ребенка есть плюсы. Самостоятельная жизнь, ответственность. Это, ну, то есть, на первый взгляд, то, что очевидно, да. С другой стороны, ну, не знаю, как мне кажется, это все-таки какое-то, возможно, влияние, которое выйдет из-под контроля родителей. Вот, может быть, с психологической точки зрения, как ребенка к лагерю подготовить, да, о чем должны подумать родители? Если ребенок не покидал родительский дом или, значит, самое дальнее, что он уходил, это на какие-то занятия, и всего лишь, например, там до вечера, если он никогда в жизни не находился с чужими людьми, если он не имеет опыта самостоятельного проживания в чужом коллективе, то для ребенка это будет стресс, однозначно, потому что я знаю таких родителей, которые отправляли детей в лагеря, по вечерам они ездили в эти лагеря, привозили кушать, потом детей забирали домой, то есть, они выдерживали сутки, двое, и все, это все. Нужно учитывать возраст, значит, потому что, ну, мы знаем, что и в лагеря они во все берут, там, с очень маленького возраста, 9 лет, по-моему, там, где-то, 8 не берут, 9-10, ребенок должен быть уже более-менее психологически, скажем так, стабильный. Плюс в том, что, да, лагерь может закаливать, то есть, здесь нету маминого постоянного присмотра, здесь ты не можешь апеллировать к помощи мамы, здесь ты не можешь пожаловаться, то есть, здесь ребенок вырабатывает коммуникативные навыки со своими сверстниками и, может быть, и более взрослыми. С другой стороны, лагерь это такая, все-таки, опасная среда, скажем, почему, потому что туда собираются очень разные дети, и если у них есть внутреннее такое, скажите, убеждение, что можно делать все, что угодно, потому что мы в лагере, то вот это вот все, что можно, оно выходит наружу из детей и привносится вот в эту среду. И, например, есть дети спокойные, которые могут страдать от этого. Да, есть вожатые, да, организован этот отдых, да, и он, значит, перемежается между собой, активный отдых и обучение, и чтение, и все такое прочее, но где-то в какие-то часы дети находятся сами, и вечером, ночью, там, ранним утром, значит, нельзя проследить, что, какие процессы происходят между ними. И очень многие дети, опять же, я говорю, многие дети приезжают травмированные. Это сугубо индивидуально. Есть дети, которые, например, дома, им не позволяют вообще даже голоса поднять. И вдруг они выходят на свободу, и там они проявляют полностью эту свою агрессию. И когда, например, даже родители могут сообщить, что ваш ребенок идет как-то с вами одепат, и скажут, как мой ребенок, мой ребенок очень спокойный, а вот там он себя проявляет. Или наоборот, может, опять же, лагерь может послужить, знаю таких детей. То есть я говорю из опыта, потому что я практикующий психолог, я общаюсь с родителями, детьми, которые вот в какие-то моменты приходят за советом, за терапией. И я знаю, например, детей, которые очень проявляют себя креативно. То есть они имеют там возможность быть лидерами. И то, что, например, в школах и в классах они не имеют возможности, потому что уже есть некий имидж. А тут новый коллектив, да, в котором можно заново выстроить. Здесь все новые, здесь новая платформа, да, дети могут быть разными. Если не говорить про лагеря, допустим, мы будем говорить, вернемся опять в столицу, допустим, в другие города. Вот, допустим, мы говорим про Кишинев. Как занять ребенка вот эти вот свободные месяцы? Может отдать какую-то группу сердцу? Именно занятия какие-то, да? Какие-то занятия специальные. Обязательно это должны быть спортивные занятия, либо может быть что-нибудь общего развития. Ну, в идеале, конечно, хорошо. Хорошо бы отдать ребенка. В городе, кстати, тоже есть лагеря, я знаю. Есть дневные лагеря, которые начинаются утром, заканчиваются вечером. Это какие-то экскурсии, это какие-то психологические игры, это какие-то занятия. Кроме этого, все равно есть... Ну, понятно, музыкальные школы, они выходят тоже на каникулы. То есть официальные государственные учреждения, они выходят на каникулы. Сейчас появляются просто в школах, в школах, где, допустим, девочек учат многим вещам. Однозначно. Да, и вот даже в моделинге, я слышал, есть такие вот школы. Да. Непосредственно вы также там работаете. Да, потому что я являюсь... Я являюсь менеджером моделинг-скул, в которой мы обучаем детей. И у нас это обучение происходит круглый год. На лето очень многие родители говорили, что мы бы хотели летом. Да, и у нас есть такая сейчас возможность. С 6 июня у нас открываются группы, интенсив-группы на месяц от 6 июня по 6 июля, где дедок от 5 лет и до 11, и с 12 до 21 года, значит, к нам могут прийти в школу. Что мы делаем? У нас разносторонняя школа, значит, мы обучаем детям актерскому мастерству, ораторики, пластики, позированию, дефиле, коммуникативным навыкам. У нас работает психолог с детьми. То есть это является хорошей альтернативой для того, чтобы занять своего ребенка. Ну, я думаю, получили, по крайней мере, такой вот краткий перечень действий, которые необходимо сделать родителям, а также бабушкам и дедушкам, потому что если все-таки внуки к вам приезжают, то оставлять на самотек все не надо. Анжела, спасибо огромное, что пришли нам к своему гостю, рассказали, поделились своим опытом, потому что, ну, это горячая тема, которая волнует каждого родителя. Актуальна, как никогда, в начале июня, да? Ну, все-таки я бы посоветовал хоть немножко отдать отдыха ребятам, девчонкам, потому что, ну, так и не долго ждали этих летних каникул, поэтому сейчас погоняйте мяч, поиграйтесь в песочнице, кто очень-очень маленький, ну, а потом, потом, конечно, за учебу. У нас сегодня в гостях был магистр психологии и бизнес-тренер Анжела Николаева. Мы еще раз вас благодарим, продолжаем нашу программу. Да, прерваемся на рекламу и возвращаемся.